Мир вам, дорогой человек, меня ничего не надо, меня ничего не прошу, я христианин. Вы знаете, что Бог любит вас, и он это доказал. В этом святом письме написано, ибо так Бог возлюбил мир, что он был сын Своим единорожным, и всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Этот стих говорит о том, что Сын Божий, участвующий в нем с Отцом Своим в сотворении всего, являющийся Богом, становится обычным смертным человеком, оставляя царство, трон и власть на небе. Я стал обычным человеком, он пострадал, его убили, его издевались над ним. И когда на третий день он воскрес, он преподнес Отцу Небесному, жертву за всех нас. Он хочет, чтобы мы все покаялись и пришли к Нему. Либо написано, что верующий в Него на суть не приходит, а не верующий уже осужден, потому что не верующий в Него на родного сына Божьего. Этот стих говорит о том, что все, кто признает Его Спасителя, верят в Него, его жертву не упроют. Они на суть не придут, когда умрут. Ему написано, что все людям продолжены однажды умереть, а потом будет суд перед Богом. И это есть пока еще возможность людям прийти к Нему. Также написано, что Он пришел не судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Бог хочет, чтобы люди все пришли, покаялись и пришли к Нему. Я хочу вам пожелать мира, всего самого хорошего, ищите Господа. И молитесь, пожалуйста, за наших воинов, которые сейчас передовывают. Им очень нужна наша молитва и наша поддержка, потому что они сейчас охраняют наши души. И пускай Господь благословит всех вас, и ущите Его. Спасибо.